Всем привет из Киева, столица Украины. Сегодня 7 марта 2015 года. Сегодня началась весна, можно сказать, потому что появились наездники. У нас сегодня на экране интересный наездник, хальцидоидный наездник. Если вам интересно, что же он делает, оставайтесь вместе с нами и раскрываем секрет. Он кушает. Видите его морду, можно сказать. Видите его ротовые органы, мандибулы раскрытые, такие челюсти. И лобиолярные и бакселярные пальпы. Маленькие щупики, которые направлены вниз, потому что он лижет капельку меда. Сам он размером всего лишь 2 миллиметра. Голова у него всего лишь где-то около миллиметра, меньше даже. А это его ротик. Это его мандибулы коричневые, с такими острыми зазубринами. С боков такие, как маленькие волоски. Это лобиальные щупики, ротовые щупики и макселярные щупики посерединке. С правой стороны опускаются большие усики, а вот мы видим саму зеленую голову. Это наездник семейства терамолиды. И он прекрасно себя чувствует, прекрасно кушает. Здесь пытаемся сделать фокус, что немножко трудно. И он кушает капельку меда, который мы ему предоставили. А вывелся он из шишек. Нет, или он не из шишек он вывелся, по-моему из шалфея все-таки. Вот сейчас мы его сделаем более маленьким, но зато полностью в кадре. Вот видите, кальцидоидный наездник. С правой стороны голова. Он похож на чем-то, конечно же, на пчелу. У пчелы тоже есть голова, грудь, брюшко. Все как у насекомых. Шестиногих усики. Он очень беспокоен. Движется. Движется ими усиками с правой стороны. Пару усиков, членистые такие. Упирается на гладкой поверхности шестью лапками и лижет, слизывает капельку меда, потому что первым делом надо подкрепиться. Первым делом надо покушать водички. Насекомому нужна очень вода и подкрепиться. Нектара. Но нектара у нас нет, у нас есть мед. Густой, концентрированный, поэтому справиться с ним не так-то просто. Видите, наездник должен его пожевать, разжевать. Вот такой металлический блестящий, как вы уже обратили внимание. Сейчас попробуем сделать на другом увеличении. Ну-ка, какую-то детальку показать его. Это даже слишком великоватое увеличение. Вот так вот, на таком, на 32 увеличение. Ой, достаточно. Видим, что он подлизывает капельку меда, шевелит усиками, потому что нужно разбираться в пространстве усики. Регулирует химические все воздействия, определяет положение, находит самку. Это органы чувства. Крылышки сложены на спине. Сверху, то это сверхние части прозрачные такие. Это есть крылышки. И вот три пары желтеньких ножек с черными точечками. Это наездник терамолит. Семейство терамолит Дептерамолюс. И это паразит, точнее говоря, паразитоид, потому что он убивает свою жертву. Ну, не он, а его личинка. Сам наездник, видите, питается таки он нектаром, питается медом, сладким сиропчиком, водичку пьет. А вот его личинка, которая развивается в хозяине, например, в какой-то гусенице или в какой-то личинке мухи, гусенице бабочки-личинке мухи, пожирает ее и, соответственно, потом окукливается. И из куколки выводится такой прекрасный и красивенький наездник терамолит. Вот он у него, такой типичная форма тела, габитус. И терамолиды очень похожи на вот этого прекрасного терамолюса. Термолиды очень огромное семейство. В нем больше тысячи, наверное, видов. Очень огромное семейство распространено по всему свету. Они приспособились к самым разнообразным условиям. Термолиды живут и в горных условиях, и в долинах, и в мокрых местах, и в засушливых, в полупустынях. Конечно же, их нет, наверное, в Антарктиде, где практически нет высших растений. Есть только мхи и лишайники, и водоросли еще. А высших растений нет. Ну, иногда, по-моему, там бабочки, которые бывают на лишайниках, но вот найти паразиты. Бабочки довольно-таки трудно, потому что нужно быть очень внимательным. Нужно ее собрать в достаточном количестве. Обязательный какой-то процент. фитофага, растительноядного насекомого, будет болен, точнее говоря, будет заражен каким-то наездником. Наездником или хальцидоидным, проктотрупоидным наездником, или ихнемонидом, наездником их семейства, ихнемоноиде. И часто заражают бабочек в термолиде, не только в термолиде, но и еще наездники, например, бракониды. И вообще, очень интересная крупная группа, с интересным поведением, проникающая в самые разнообразные биотопы, как я сказал. От засушливых до влажных, до темных и лесных, и до околоводных и влажных. И заражают самых-самых скрытых хозяев, которые находятся даже под корой растений. Для этого у них вырабатывается специальная адаптация. Некоторые термолиды имеют очень длинный брюшко, с тем, чтобы найти своего хозяина под корой дерева. С хорошо развитым, практически саблевидным яйцекладом. Бывают очень воплощенные, описанные из тропиков в виде термолид. Имеют очень длинное тело, воплощенное, чтобы пролезть в щелку где-то в коре, под кору. И своим длинным яйцекладом, вынимая тонкий стилет, быстро-быстренько им двигая, распознавая хозяина, просверлить отверстие в коре или добраться до маленького, где-то скрытого хозяина. Заражают они и личинок, и куколок, и яйца личиночные паразиты, и личинка-куколочные паразиты. Самый известный термолид, термолис пупарум, заражает хризалисы или куколку дневных бабочек. Да и ночную, если ему дать, тоже заразит запросто. И часто бывает в саду огороде, тем самым, например, бабочек-белянок регулирует их численность в значительной мере до 150-200 экземпляров. Иногда выводится очень или более крупных экземпляров, если их мало, или очень мелких, если большое заражение куколок-бабочек. Вот такой интереснейший сегодня термолит, который позволил нам немножко даже про него рассказать, потому что он успокоился. И нашел таки себе капельку меда, и позволил нам рассказать про него небольшую историю. Но если вам интересно еще больше знать о паразитах, о наездниках, о паразитоидах, насекомых, оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик в правом верхнем углу. Ну, будем показывать нам новые интересные истории. Сейчас становится теплее, насекомые будут выводиться из разных-разных хозяев, из разных-разных растений. Листики, стебелечки прогреваются, и насекомые все выползают, и паразиты-паразитоиды вылетают. Вот такой наездник термолит передает вам привет. С вами был Виктор Фурсов. На канале Виктор Фурсов. Вентомологи из Бикипертича сегодня, 7 марта 2019 года. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»